В данном видео мы рассмотрим эластичность спроса. Эластичность. Эластичность. Она представляет собой показатель изменения объёма спроса при изменении цены или влияние изменения цены на объём спроса. Итак, изменение цены влияет на количество, здесь внимательнее, количество объёма спроса. Когда мы говорим о спросе, мы говорим обо всей кривой. Объём спроса — удельная величина. Мы как экономисты. На самом деле я не экономист, но раз уж мы занимаемся экономикой, то можем ими притвориться. Так вот, экономисты измеряют это как относительное изменение количества к относительному изменению цены. Относительное изменение количества к относительному изменению цены. И причина этого в противоположность сказанному — изменение количества к изменению цены. В том, что при расчёте изменения количества к изменению цены мы получим показатель, характерный для использованных единиц измерения. Это зависит от способа определения количества, в пересчёте на час, на неделю или на год. И у нас будут разные показатели в зависимости от временного интервала или использованных единиц измерения. Но если вы пользуетесь процентами, то это будет безразмерный показатель. Процент означает изменение показателя, делённое на сам показатель. единицы измерения сокращаются. Причина, по которой эластичность так называется, это может иметь особый для вас смысл. Причина, по которой мне хочется думать, что она так называется, представим себе эластичный предмет, например, эластичную или резиновую ленту. Растягиваем резиновую ленту в зависимости от ситуации. Допустим, она неэластичная. Так вот, вы не сможете растянуть ее на много, она довольно тугая, и ее нельзя сильно растянуть. А если предмет эластичный, то при заданном количестве силы, в отличие от предыдущего предмета, благодаря своей эластичности, при том же количестве силы, вы сможете сильно ее растянуть. Вот что такое эластичность. И эта аналогия вполне применима для цены и спроса. Если предмет эластичный, запишем это очень эластичный. Очень эластичный, если с учетом изменения цены получается следующее. Цена, с учетом изменения цены получается следующее. Чуть позже мы еще поговорим о процентном соотношении. Так вот, при заданном изменении цены будет значительное изменение спроса. Итак, значительные относительные изменения рассмотрим в пересчете на проценты. при относительном изменении π будет значительное относительное изменение q. Значит, эластичность высока. Можно представить π как силу, а q, объём спроса, это насколько предмет можно растянуть. Насколько он может растянуться. И поэтому можно назвать это очень эластичным. Как очень эластичную резиновую ленту. И очень неэластичным, если при заданном процентном изменении π будет очень маленькое относительное изменение q. То есть, как и в случае с резиновой лентой, при заданном количестве силы вы не сможете сильно её растянуть. Значит, она неэластичная. Если вы можете сильно её растянуть, значит, она эластичная. То же самое с ценой и количеством. Если для заданного изменения цены объём спроса, относительно объём спроса, изменяется значительно, он очень эластичный. При незначительном изменении очень неэластичный. Теперь, зная это, рассчитаем эластичность для множества точек на данной кривой спроса вот здесь. И думаю, это даст нам хорошую базу. В частности, потому что есть немного нестандартные способы расчёта относительного изменения количества и цены. Мы получим тот же показатель при положительном изменении цены и отрицательном её изменении, со знаком «минус» или со знаком «плюс», при снижении цены или при её росте соответственно. Мне понадобится больше места, чтобы сделать реальные расчёты. Всё это мы рассмотрим в ходе презентации. А мне нужно рабочее пространство. Очистим это и это тоже. Собираюсь рассчитать эластичность спроса в нескольких точках на данной кривой спроса. Сначала давайте рассчитаем её с точки А до В. Сделаем здесь ещё один столбец. Эластичность спроса. У нас будет ещё один столбец с эластичностью спроса. И с подстрочным индексом D. И другой, где я возьму только абсолютную величину. Иногда удобнее рассматривать значения отрицательные, а иногда абсолютные величины. Поэтому мы рассмотрим оба варианта, а также то, что они означают. Допустим, наша цена снизилась с точки А до точки В. Итак, с точки А до точки В изменение цены – минус 1 доллар. И у нас положительное значение изменения цены – минус 1 доллар. И также у нас положительное изменение объёма спроса на 2 бургера в час. на 2 бургера в час. Какова эластичность спроса здесь? Запишем это цветом А. Эластичность спроса, как мы помним, это относительное изменение количества. Запишем это. Относительное изменение количества к относительному изменению цены. Относительное изменение количества к относительному изменению цены. Каково наше относительное изменение количества? То есть это изменение количества к некоторому базовому показателю. Наше изменение количества 2. То есть равно отношению… Я хотел бы прояснить в общепринятых терминах эти нестандартные способы расчёта, по которым мы получаем одну и ту же эластичность спроса на отрезке от А до В или от В до А. Получаем одну и ту же эластичность спроса на всём этом участке кривой. Вместо того, чтобы разделить изменение количества на нашу исходную точку, мы делим изменение количества на среднюю между нашей исходной и конечной точками. Это равно 2 к… Я выполню расчёты подробно. Но давайте подумаем, какова средняя между двумя и четырьмя. Очевидно, 3. Это средняя между двумя и четырьмя. Можно записать. Это очевидно. Здесь 2 плюс 4 делить на 2 равно 3. Так рассчитывается среднее арифметическое. Это наше пропорциональное изменение. А затем мы умножаем его на 100, чтобы получить проценты. Итак, тогда каково наше изменение цены? Мы делаем то же самое. Процентное изменение цены. Наше изменение цены – минус 1. Это минус 1 к… И опять, мы не просто делим минус 1 на 9. Мы делим на среднюю между 8 и 9. Средняя между ними – 8,5. А затем умножаем на 100, чтобы получить проценты. Эти сотни сокращаются, и у нас остаётся деление на дробь. То же самое, что умножение на обратную ей величину. Получаем 2 трети умножить на минус 8,5 к 1 или умножить на минус 8,5. Замечательно. Откроем калькулятор и 2 умножим на 2 на минус 8,5. А результат разделим на 3. Получается минус 5,667 или минус 5,2. Запишем в виде отрицательной величины. Округлим до минус 5,67. То есть приблизительно получаем минус 5,67. Имеем минус 5,67, а абсолютное значение равно 5,67. Проверьте сами, что получится та же эластичность спроса по данному методу при использовании средней базы в процентах при изменении цены с 9 до 8, как и при изменении цены с 8 до 9. Она будет отличаться, если использовать 9 как базу или 8 как базу. Это и есть эластичность спроса, не только в точке А. Можно заметить среднюю эластичность спроса на этой небольшой части кривой, которая на самом деле прямая в данном примере, на данной части дуги. Запишем эту часть здесь. Я запишу абсолютное значение. Абсолютное значение эластичности спроса 5,67. Теперь запишем две другие части здесь. Рассмотрим, что происходит при изменении с c до d. Наша эластичность спроса здесь меняется с c до d. Изменение количества снова плюс 2, а наше изменение цены снова минус 1. Но мы увидим, что хотя изменение количества и цены одинаковое, мы получим разную эластичность спроса, так как мы имеем разные исходные точки. Наши исходные и конечные точки по цене ниже, а исходные и конечные точки по количеству выше. Это фактически изменит процентное соотношение. Посмотрим, что получится. Наше относительное изменение количества равно 2, а наше среднее количество 9 плюс 11 равно 20. Делить на 2 равно 10. И все это к изменению относительному изменению цены. Получаем минус 1, немного прокрутим. Минус 1 делить на изменение. Минус 1 делить на среднюю цену. Минус 1 изменение цены и разделим его на среднюю цену. 5,5 плюс 4,5 равно 10 долларов делить на 2 равно 5. Средница на 5. И мы можем умножить числитель на 100 и знаменатель на 100, но это ничего не изменит. Так как мы можем просто разделить обе части на 100. Это равно 2 к 10 умножить… Деление на дробь. Это то же самое, что умножение на обратную ей величину. Умножить на минус 5 к 1, так как 2 к 10 то же самое, что 1 к 5. 1 к 5 умножить на минус 5 к 1 равно минус 1. Здесь наша эластичность спроса равна минус 1, а ее абсолютное значение — 1. Абсолютное значение эластичности спроса здесь равно 1. Сделаем еще одну часть, а потом, возможно, еще одно видео, и немного подумаем о том, что это все значит. Рассмотрим и рассчитаем здесь последнюю часть для практики. Прошу вас нажать на паузу и попробовать самим, и затем мы рассмотрим эту часть далее вместе. Еще раз. Изменение количества плюс 2, а наше изменение цены — минус 1. Наша эластичность спроса — изменение количества 2 к среднему количеству, что равно 17. Изменение цены равно минус 1 к средней цене. 1 плюс 2 разделить на 2 равно 1,5 доллара или 1,5 доллара ровно между ними двумя. Делим на это число не от необходимости умножать числитель и знаменатель на 100, так как 100 сократится. Получаем 2 к 17 умножить на минус… Мы можем записать это как минус 1,5 доллара к 1. Равно… Снова открываем наш калькулятор. Давайте я запишу. Так. Это будет минус 3 к 17. Верно? 2 умножить на минус 1,5 равно минус 3 к 17. Минус 3 делить на 17 равно минус 0,1. Скажем, минус 0,18. Абсолютная величина 0,18. Итак, эластичность спроса 0,18. На этом я прощаюсь, а в следующем видео мы ещё вернёмся к полученным результатам. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ледов88